Эту девушку можно назвать героем. Она из Целинного района и в 11 классе училась абсолютно одна. В какие-то промежутки было сложно учиться, в какие-то легко. В принципе, никто не мешает. Задания дают и делаешь. Сдав ЕГЭ на довольно-таки высокий балл, выбор Софьи пал на технический университет. Выбрала направление химическая технология. Теперь с трепетом ждет заветные списки зачисления и новую студенческую жизнь. Я ожидаю от учебы классного коллектива, хороших преподавателей. И узнают что-то новое в плане сферы химии. Таких же эмоций ждут еще почти 50 тысяч абитуриентов. Именно столько заявлений было подано в крайний бюджет. А если точнее, 36 тысяч заявлений по программе бакалавриат. Еще 9 тысяч специалитета и 3,5 тысяч магистранты. В техническом вузе, например, популярностью пользуются направления информационной безопасности, прикладная информатика и информатика и вычислительная техника. На них, кстати, самый высокий проходной балл. Заявление было подано более 10 тысяч. И на данный момент мы уже имеем оригиналов около 800. То есть это говорит о том, что в этом году ребята очень активно идут в технический университет. Очень много в этом году целевых договоров, именно связанных с тем, что предприятия целенаправленно готовят для себя будущих инженеров. А в старейшем вузе Алтая, педагогическом, было подано более 7 тысяч заявлений. Приемная кампания здесь прошла с небольшими сложностями. В этом году абитуриенты могли подать заявление тремя способами. Прийти в вуз через госуслуги или в личном кабинете на сайте поступления в вуз онлайн. Все бы ничего, но некоторые школьники чересчур ответственно подошли к подаче документов. Тем самым оставляли заявление всеми тремя способами, что слегка доставляло комиссии проблем. Вот это самая сложная ситуация, чтобы система синхронизировала все данные и все было успешно. Были те, кто наоборот подали, а потом решили еще раз подстраховаться. Ну то есть вот эти моменты самые неудобные. Если человек использовал один контакт с приемной комиссией, либо госуслуги, либо личный кабинет, либо личный прием, это было легче. Рекордное количество бюджетных мест в этом году предлагает классический вуз Алтайского края. Почти 3000 для всех ступеней образования. Более 500 из них на современных IT-направлениях, которые вызывают большой спрос у абитуриентов. С начала приемной кампании в ВАГУ подано более 26 тысяч заявлений. Традиционно в вуз поступают иностранные граждане, уже более 600 жителей 10 стран, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Египта, Мали и Сенегала. Для первокурсников стоимость обучения выросла на 5%. Самым дорогим считается направление искусства, костюма и текстиля. Стоимостью около 190 тысяч рублей в год. Самые дешевые направления больше 100 тысяч рублей. Они связаны с историей, социологией и туризмом. А в медицинском университете бюджетных мест в этом году 677. По целевым направлениям 484. Набор идет по шести направлениям. Лечебное дело, педиатрия, клиническая психология, медико-профилактическое дело, формация и стоматология. Последняя, кстати, остается самой дорогой специальностью. Около 270 тысяч рублей в год. А вот меньше всех за обучение заплатят студенты на направлении клиническая психология. Около 130 тысяч рублей в год. Во всех вузах в ближайшие дни составят списки на зачисления. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.